МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа темы дня в студии Елены Орлова. Смотрите в нашем выпуске. Дела коррупционные. Абаканский суд практически полностью оправдал бывшего главу Минсельхоза Хакасии. В Амурской области после циклона не могут восстановить автобусное сообщение с рядом населенных пунктов. Жизнь взаймы. В Санкт-Петербурге состоялась акция протеста валютных заемщиков. Одно из самых громких коррупционных дел этого года закрыто. Абаканский городской суд практически полностью оправдал бывшего министра сельского хозяйства Хакасии Ивана Вагнера. Напомним, Вагнер обвинялся сразу по нескольким статьям. Злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество при получении выплат и незаконная предпринимательская деятельность. Сам экс-глава Минсельхоза Республики в начале прошлого года заявлял, цитата, «Если человек у власти не под уголовкой, он не человек». Конец цитаты. По версии следствия, Вагнер выделил ряду связанных с ним лиц, в том числе родственникам, более 2 миллиардов рублей. Это почти половина денег, заложенных в региональный бюджет на поддержку сельхозпроизводителей республики. Однако Вагнера признали виновным лишь в незаконной предпринимательской деятельности и оштрафовали его на 60 тысяч рублей. В итоге и это обвинение с бывшего главы Минсельхоза Хакасии сняли. Он попал под амнистию. Как отметили в агентстве Хакасия-Информ, цитата, «судебно-правовая система России досконально разобралась в данном деле, отделив зерна от плевел и правду от вымысла». Конец цитаты. Вся администрация Хакасии, понятно, очень не хочет сдавать своего, в данном случае, бывшего министра. Тем более, что для них то, что человек, как они говорят, кормил семью, это считается нормой. А то, что существует конфликт интересов при принятии решений, им эта история совершенно непонятна. Им просто не объяснили еще, потому что раздавать госконтракты и госсубсидии своим родственникам – это плохо. Поэтому они считают, что к ним придрались за какую-то мелочь, но раз все так делают, почему именно этому конкретному нельзя. И поэтому они пытаются как-то выгородить этого товарища, например, под амнистию его отправить и так далее. На этой неделе отметился еще один чиновник, амнистированный после коррупционных скандалов. Экс-министр обороны России Анатолий Сердюков назначен на пост индустриального директора по авиационной промышленности в госкорпорации Ростех. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать новое назначение Сердюкова. По мнению Пескова, это дело корпорации, которая к Кремлю не имеет никакого отношения. В свою очередь, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин отрицательно высказался о новом директоре Ростеха по авиапрому. Цитата. Назначение Сердюкова на пост индустриального директора по авиационному кластеру плевок всему общественному мнению. Конец цитаты. Напомним, что будучи министром обороны, Анатолий Сердюков возглавлял наблюдательный совет Ростеха, а в 2012 году после отставки был выведен из него. В Государственной Думе предложили исключить ЕГЭ по русскому языку из числа обязательных выпускных экзаменов, сообщает московский комсомолец. Рабочая группа при председательстве Госдумы Сергея Нарышкина в ближайшее время представит новый образовательный проект. По мнению законодателей, школьникам достаточно сдать экзамен по русскому языку в девятом классе. Выпускной экзамен в одиннадцатом предлагается оставить только за будущими филологами. Какими соображениями продиктована эта инициатива, экспертам непонятно. Еще в прошлом году ректор МГУ Виктор Садовничий заявлял, цитата, снижение балла по русскому языку диктовалось статистикой. Было бы два десятка процентов двоек, если бы он не был понижен. Школьник должен уметь размышлять и доказывать. Математика, русский язык и история – три предмета, которые формируют умение мыслить. Конец цитаты. Итоговый документ планируется составить в начале 2016 года. Перед этим его обсудят на первом всероссийском форуме учителей русского языка и литературы в Дагестане и на педагогической конференции во Владимире. При этом правительство не так давно решило выделить более 7 миллиардов рублей на развитие русского языка в России и за рубежом. Правительство России утвердило программу по открытию новых школ. Будет создано более 6,5 миллионов мест для учащихся. Коротко о других событиях в России. В Амурской области не могут восстановить автобусное сообщение с рядом населенных пунктов. 27 октября в регионе прошли сильные осадки в виде мокрого снега. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду. На заседании Совета глав представительств СНГ в Душанбе Дмитрий Медведев заявил, что экономика России стабильно благодаря четкому плану действий. Она остается устойчивой и предсказуемой, отметил глава правительства. Министерство обороны заявило, что строительство военных городков в Арктике продолжится с 2016 года. Представитель ведомства добавил, что комплекс «Арктический трелесник» на острове Земля Александры построен уже на 97%. На информационное обеспечение регионов стали тратить на 420 миллионов рублей больше, сообщает агентство ТАСС. Всего на средства массовой информации регионов России уходит 36,5 миллиардов рублей. Согласно исследованию в ЦИОМ, россияне стали меньше верить в НЛО, но больше в колдовство и предсказания. Отмечается, что количество рациональных скептиков выросло в полтора раза по сравнению с прошлым десятилетиям. В Санкт-Петербурге состоялась протестная акция валютных заемщиков. Ее участники потребовали призвать к ответственности руководство Юникредитбанка. Подробнее расскажет Никита Попов. Банк жирел, народ хирел, остановим беспредел! Банк Юникредит, который недавно был включен в список десяти системно значимых, проигнорировал рекомендацию Центробанка пойти навстречу заемщикам и рефинансировать их кредиты по курсу на 1 октября прошлого года. Люди возмущены нежеланием банка искать выход из ситуации, в которой они оказались в результате отмены валютного коридора в ноябре 2014-го. Платежи выросли в два раза и стали неподъемными для заемщиков. Такие платежи непосильны. Ну и кроме того, сейчас надо понимать, что продолжает назревать, нарастать кризис. И многие люди, кто-то теряет работу, доходы снижаются, цены растут. Платежи за жилье становятся непосильными, неподъемными. То есть если платить полностью в банк, те деньги, которые необходимы по договору, у людей не остается денег на жизнь, на детей и так далее. Еще больше граждане возмутились после заявления председателя правления Юникредитбанка. В эфире одного из телеканалов он отметил, что на прием к нему можно попасть в любое время, по талончикам. Однако заемщики уже год безуспешно пытаются добиться встречи с руководством банка. Банки с нами на диалог не идут. Банки руководствуются исключительно получением прибыли. То есть их задача сейчас с людей взять все, что можно. Поэтому их бизнес, он абсолютно негуманный, он не социально ориентированный. Но ипотека это все-таки не просто кредит, это все-таки покупка жилья, это что-то социальное. Правление банка считает, что народные выступления проплачены конкурентами, а целью протестов является шантаж. Тем временем Всероссийское движение валютных заемщиков продолжает добиваться принятия законодательного акта, позволяющего снизить бремя валютных рисков, которые несут на своих плечах пострадавшие граждане. Никита Попов, Красная линия. По данным Бюро кредитных историй, в России сегодня просрочки по кредитам имеют не меньше 6 миллионов человек. Это рекордный максимум задолженности людей перед банками. Квартира стоила 2 миллиона, 1 миллион 800 я взяла в банке, больше 2 миллионов я уже вернула и на данный момент должна быть около 4 миллионов рублей. В феврале этого года мы уже рассказывали о ситуации, в которой оказалась Галина Григорьева, молодая мать, воспитывающая маленькую дочь. Тогда она вышла на одиночный пикет и взывала к властям о помощи тем, кто оказался в кабале валютного кредита. Мы до сих пор ждем хотя бы моратория. Моратория на отъем жилья, мораторий на штрафы и пени, которые до сих пор продолжают начисляться в огромном количестве. И ничего, никаких вообще сдвигов. Сейчас полным ходом идут суды. Уже есть решение о выселении. Причем выселяют семьи с детьми, с маленькими, с инвалидами, с ветеранами, без разбора вообще. Решение в пользу банков принимается молниеносно. Для тех, кому не удалось договориться о реструктуризации, и это касается не только валютных заемщиков, правительство предложило новый вариант решения проблемы. Закон, вступивший в силу в октябре этого года о банкротстве физических лиц. В соответствии с документом любой гражданин через суд может доказать свою неспособность выплачивать кредит. Для этого ему нужно будет собрать все необходимые бумаги. Справку о наличии задолженности, документы, подтверждающие право собственности на имущество, справку с места работы, всего около двух десятков документов, после чего финансовый управляющий вместе с приставами придет описывать имущество. А затем шубы, машины, украшения, да хоть микроволновая печь будут выставлены на торги. Однако и здесь у экспертов и заемщиков возникает немало вопросов. Например, по Конституции у должника не имеют права забрать в счет погашения кредита квартиру, если она является единственным местом жительства. Однако в случае с ипотекой это право на закон не распространяется. Пока человек не выплатил ипотеку, она не является его собственностью. Это самая квартира. Или, если даже договор составлен таким образом, что она находится в его собственности, что бывает очень редко, тем не менее, она является предметом обеспечения кредита, то есть это обременение. Могут отобрать квартиру. Были прецеденты, были случаи. Как это будет решено, пока эта тупиковая ситуация решит суд, решит дальнейшая практика. Какие еще подводные камни скрывают закон о банкротстве физических лиц? Почему сами заемщики считают его унижением человеческого достоинства? И могут ли должники по кредиту рассчитывать на помощь власти? Об этом в нашем следующем выпуске. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok